Салют! Вы находитесь на канале Барахольчик. Сегодня я расскажу вам о том, как я прошил свою консоль Nintendo Wii и с какими трудностями я столкнулся. Поехали! Для начала необходимо посмотреть версию вашего программного обеспечения Nintendo Wii. Здесь возникает ключевой момент. Самая последняя версия PO 4.3. Если у вас стоит именно она, вы дальше должны найти мак-адрес консоли. С этими данными вы отправляетесь на сайт Letterbomb. Выбираете регион прошивки по последней букве. Вбиваете свой мак-адрес и выбираете кнопку «Перерезать красный или синий провод». Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Логично. Если вы хотите попасть в мир чудес взломанной консоли, вы выбираете «Перерезать красный провод». Дальше нам нужна SD-карта. Форматируем ее в FAT32 и распаковываем архив с прошивкой. Устанавливаем карту памяти в приставку и включаем ее. Заходим в меню почты и ищем сообщение с бомбочкой. После чего надо установить прошивку. О чем я расскажу чуть позже. В моем случае приставка зависла, так как у меня последняя версия PO 4.2. Во всех гайдах советуют обновить консоль. Но в 2023 году сервера уже не работают. И консоль до версии 4.3 обновить не получится. Нам необходим сайт Bannerbomb. В разделе «Download» мы выбираем версию сайта для прошивок 4.1 и ниже, первая ссылка. Для прошивки 4.2 – вторая ссылка, подходящая мне. Скачиваем архив abd6a и hackmeinstaller. Если у вас не получается прошить консоль, то рекомендуют скачать другие версии прошивки внизу. Забрасываем оба архива на флешку и вставляем в ее консоль. Включаем консоль и выбираем SD Card меню. Теперь об установке прошивки. Жмем Continue. Install the Homebrew Channel. Подтверждаем установку. После чего можно выходить. Вы только что установили прошивку на свою консоль Nintendo Wii. Поздравляю! Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал. Но вы обо мне слышали. Homebrew Channel – это канал, где будут установлены сторонние программы и игры. Все приложения делятся на два вида. Файлы с расширением .doll и файлы с расширением .watt. Для установки программ с расширением .doll необходимо просто сбросить программу в папку Apps на карте памяти. Из необходимых программ я выделяю USB Loader GX и CFG USB Loader. Эти программы позволяют запустить игры жесткого диска или флешки, подключенные к USB порту приставки. Программа vModBatch необходима для установки разных EOS. Аналог BIOS. Разные игры и программы требуют разной версии EOS. Если нужный EOS не будет установлен, программа не заработает. Программа vModBatch содержит библиотеку EOS. Если какая-то программа у вас не работает, программа vModBatch просканирует систему и остановит недостающие EOS. Еще одна необходимая программа – WattManager. Необходимо для установки игр и программ с расширением Watt. Для этого необходимо создать папку Watt на SD-карте. И все программы с расширением Watt копировать в нее. Дальше в программе WattManager находим папку Watt. В ней нужную программу и устанавливаем ее. После чего программа появляется в главном меню Nintendo Wii. Последний, самый интересный момент. Установка самих игр. Для этого нам потребуется отдельный носитель флешка или внешний жесткий диск. Игры необходимо конвертировать в формат VBPS. С этим поможет справиться программа VBackUpManager. Подключаем флешку к компьютеру и запускаем программу. Нам надо на вкладке «Диск 1» или «Диск 2» выбрать наше устройство, где мы будем хранить игры. После чего переходим в раздел «Файлы» и добавляем файл с игрой, которую хотим установить. Жмем кнопку «Передать» и выбираем «Диск 1» или «Диск 2», где мы ранее установили наш носитель с играми. После завершения установки вставляем флешку в Nintendo Wii, в первый слот USB. Во втором работать не будет. Запускаем USB Loader GX и наслаждаемся игрой. Это краткая инструкция о прошивке Nintendo Wii. В описании к этому ролику я оставлю ссылку на архив с полезными программами и ссылками для вас. Если этот ролик был для вас полезным, не забываем ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые, и звонить в колокольчик. Ну и до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok